доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте рассмотрим что у нас происходит сейчас можно наблюдать перестроение верхней границы рынка из она у нас перестроилась снизу вверх пробив рынок пробив цену и тем самым организовала создала модель ограничение роста то есть у нас еще есть возможность вырасти как раз появились уровне 3 порядка недельный опцион с экспирации в понедельник 24 августа вот до них у нас еще есть возможность вырасти это цена 1900 1950 где-то да вот в этой 19 фигуре может быть могут еще выстрелить дальше вверх то есть уйти за пределы верхней границы рынка но сама по себе эта модель является ограничением роста часто по статистике наблюдения она отрабатывается именно как предпосылка к скорому развороту бывает частенько что цена уже не доходит уже дальше не идет разворачивается вниз но может еще и вырасти добавок у нас имеется недавно появился опционный уровень с экспирации 4 декабря вот этот на ценовом уровне 1 22 38 чита ожидания на этот уровень заложены сможет ли цена их достичь но это пока под вопросом до обозначенного уровня еще более чем 400 пунктов четырехзначной системе котировок ну и она находится в области статистической недосягаемости в текущем опционном контракте в следующем опционном контракте расстановка сил может измениться и если еще опционный контракт у нас уже начинается с 10 августа 7 августа происходит экспирация текущего контракта и начнется у нас сентябрьский контракт уже сентябрьский даже как-то грустно стало что лето быстро так прошло что еще интересно интересен коридорчик из опционных уровней третьего порядка который нам показывает что вероятно до конца этой недели цена останется вот в обозначенном коридорчике это у нас ценовые уровни 19 54 и 16 87 ну собственно как мы видим от него цена у нас сейчас и отскакивает была коррекция то есть у нас идет восходящий тренд очень хороший восходящий тренд обратите внимание на то как мы проторговали большое количество колл контрактов как мы далеко ушли забрались в зону контрактов колл опционов это частый признак того что в ближайший месяц 2 скорее всего два и более месяцев цена может нарисовать новый тренд и падать такое часто происходит когда цена забирается в какие-то опционные области и откуда ее ждут что она будет разворачиваться например на ближайшие примеры хорошо забрались в области под опционов был выстрел хорошо забрались в область пол опционов особенно здесь плотненько зашли код чистокол из опционов пол кол хороший выстрел опять забрались об область путь опционов много их проторговали здесь долго долго набирали позиции здесь как раз была неопределенность да у тебя это с историей история ироновирус кризис и тому подобное но все таки из этой области у нас путы оставались выстрелы вверх таким образом что все вот эти даже самые крайние путы они отрабатываются в итоге в плюс но если естественно будут продлять хотя их тут и могли продлять уже незаметно для нас то есть небольшими объемчиками набирать позиции чтобы не было так вот явно видно больших притоков денег поэтому вполне может быть такая стратегия все эти опционы отрабатываются в плюс когда цена входит в большое скопление опционов точно также сейчас у нас идет границы опционов колл и дальше пошли 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 и цена их смотрите куда уже на проторговала поэтому не исключено что цена будет пробиваться ниже как минимум вот этих границ и у нас остаются ожидания смотрите где на 4 на 5 фигуре по опционам тут не исключено что можем упасть и туда но это такой дельно срок долгосрок по ближайшей ситуации я уже обрисовал картинку до конца текущей недели мы вероятнее всего останемся вот в этом коридоре 19 50 16 87 таким образом если цена подходит уходит в девятнадцатую фигуру то здесь можно поискать продажи потому же у нас ситуация по рынку благоволит для открытия продаж этой модель ограничения роста этой хороший уход в колл области пационов где ждем хорошего тренда поэтому важно не прозевать и ловить моменту на хороший тренд далее британский фунт по британскому фунту у нас идет также хороший тренд и вверх цена ушла за пределы верхней границы рынка ранее я обозначал что у нас цена верхней границы рынка перестраивалась обратно вверх открывая дорогу для дальнейшего роста здесь ключевое отличие в том что эта модель не сдерживание не ограничение роста заключается в том между евриком то что у нас цена только лишь успела на один день его выскочить и вверх произошло перестроение цена провалилась обратно ушла вниз на виде и дальше пошел рост то есть открыли дорогу к дальнейшему ее рост по еврику несколько иная ситуация здесь у нас евро уже достаточно давно ушел за пределы верхней границы рынка ему ему подложили опционы под который он споткнулся наткнулся и от них открыл и пошел здесь совершенно иная ситуация сейчас же мы наблюдаем что верхняя граница рынка вновь перестроилась стандартное положение за пределы текущего рынка и является моделью ограничения роста по фунту же у нас была модель продолжение исходящего тренда открытия ему дороги сейчас у нас британский фунт наткнулся на предпоследний опцион уровня второго порядка от которыми видим идет коррекции появился вчера пограничный опцион поэтому если у нас пара евро доллар будет расти то есть фундамент у нас идет по всей видимости по доллару по американскому доллару то мы может быть еще и можем дорасти до уровня второго порядка пограничного но тем не менее у нас хорошими точками для поиска продаж остается вот этот уровень 3121 она при повторном может быть и тестирование можно искать продажи и пограничный уровень 3268 в этих областях forward point меняется каждый день на меняется незначительно на 2 пункта 4 знаки даже меньше поэтому погрешности могут быть но небольшие и что интересно у нас появился смотрите опцион путь с экспирации 4 декабря и обратить внимание как он близко появился текущему рынку рынку то есть вот этот уровень у нас идет . безубыточности а сам страйк то есть цена по которой покупали опцион где-то находится в 33 по моему или 34 фигуры то есть данный опцион был очень дорогим за него заплатили более чем 400 пунктов это очень дорого для опциона если поразмыслить с какой целью его брали допустим если данный опцион путь продали с целью получить комиссию в 400 пунктов то они рассчитывают на то что цена 4 декабря декабря будет экспирироваться как минимум выше данного уровня чем цена ближе к данному уровню тем меньше прибыль максимальную прибыль получит продавец данного опциона если цена уйдет за пределы его страйка допустим страйк равен 1.34 и вот когда цена уйдет за пределы 1.34 и там экспирируется вот тогда продавец данного опциона получит все свои 400 пунктов целиком на торговый счет пока цена торгуется вот в этой области между страйком и границей премии за риск точки без убыточности продавец опциона получает лишь может рассчитывать лишь на часть своего вознаграждения то есть вот эта часть у него находится сейчас в убытке и вот эта небольшая часть до уровня без убытки в профите чем выше начнет расти цена тем соответственно профит будет повышаться повышаться вслед за ценой и дойдя до страйка выйдет в максимальное свое значение поэтому довольно таки опасно думаю что было бы продавать опцион при таких параметрах то есть прямо возле рынка расстояние было 203 пункта а с учетом того что мы опцион видим только на следующий день данная опция у нас появился 30 числа то есть был вообще близко к рынку то думаю что продавать опцион с таким риском довольно таки неразумно если конечно вы не знаете какую-то информацию достоверно какой-то инсайт который говорит о том что цена будет только расти и к тому же еще поясню опасность продажи опциона заключается в том что у данного типа опциона если вы его продаете убыток может быть безграничным если цена пойдет вниз то когда пройдет вот этот уровень вот это будет все убыток то есть убыток будет нарастать а прибыль ограничена прибыль вот от этого уровня и до страйка те самые 400 пунктов куда бы цена верхней ушла пусть на 1000 пунктов уйдет вверх прибыль будет фиксированы теми самыми 400 пунктами а убыток безграничен но если рассчитать вернее подумать о том что данный опцион у нас куплен то есть его купили заплатив за него 400 пунктов премии опцион put тогда получается что рассчитывают на именно на падение рынка и когда цена выйдет за пределы данного опциона то вот здесь пойдет чистая прибыль я чистая прибыль и чем ниже упадет цена тем больше будет прибыль и обратите внимание опять-таки 4 декабря ожидается что цена будет вот здесь и тому есть дополнительные причины и подтверждения здесь на фьючерсном рынке были замечены очень крупные контракты вливание крупных контрактов по цене 1.22 и здесь же у нас появился опциончик и сюда же у нас перестроилась нижняя граница рынка поэтому сейчас по британскому фунту очень хороший момент нужно не прозевать находить сделочки на продажу либо от этого опционного уровня либо от этого если пойдем еще выше вверх что может быть но если же уже не туда ничего не сюда не пойдем у нас пойдет на снижение дальнейшего тренда допустим вот таким вот образом то есть каждая будет у нас последующая точка ниже предыдущей то есть обозначение нисходящего тренда то тогда можно будет рассчитывать на примерно такой сценарий да тут может быть упрямься в этот опциончик и верхняя граница рынка может играть в роли у нас уже сопротивление было сопротивлением поддержкой теперь может вновь сыграть роль сопротивления если такой сценарий будет вот здесь можно будет искать продажи с целями на 1.22 но опять-таки в ближайший месяц два то есть уже получается такой долгосрок дальше австралийский доллар по австралийскому доллару также нас был тренд вверх доходили до верхней границы рынка пересекали ее цена перестраивали создавая модель ограничения роса да вот здесь мы пощупали рынок от опционов отбивались видели что у нас данные опциончики скорее всего стоят за хеджерами судя по реакции рынка цена отбивалась от данного уровня здесь отбивалась от данного уровня здесь вот флотовали долго добрались до следующего опционного уровня скачок захвата ликвидности и сейчас мы снижаемся вниз и верхней границы рынка у нас выступает из роли поддержки и выступает роль сопротивления поэтому по австралийскому доллару думаю что тоже можно уже ожидать продажи хотя тренд еще не совсем явно обозначился в продажу но тем не менее явно уже ослабевает вот у нас пустим 1 2 3 . вот они уже ниже если сейчас пойдет вниз то у нас будет и 4 . трендик у нас образовался канал предпосылки смена тренда таким образом вот сейчас можно начинать искать продажи видим у нас длинные хвостики вырисовываются и если у вас возникают паттерны продаж то можно искать паттерны точки для продаж для шартовых позиций имеется у нас уровень поддержки виде опционного уровня но он у нас утратит силу на в эту пятницу уйдет с рынка но хотя не исключено что у нас будет примерно как вот такая картина вот уровень поддержки здесь у нас примерно будет которого можем откоритосить вверх следующим образом и тоже направиться вниз нижняя граница рынка у нас находится где-то там очень далеко ну падение до этого уровня я не считаю целью как уж очень и очень далеко две тысячи две тысячи сто пунктов в четырех знаки поэтому надо смотреть более скромные цели будем в дальнейшем уже скорее всего в следующем акционом месяце ориентироваться куда же куда же нам держать цель пока имеются самый ближайший на шестьдесят третьей фигуре на 60 фигуре на лишь 59 фигуре но тоже достаточно далекие до которых 700 и тысячи сто пунктов в четырех знаки пока вот опционных уровней пунктов нет пунктов нет в колы забрались ждем выхлопа вниз до каких параметров до каких уровней пока неизвестно мы будем ориентироваться уже на месте в следующем опционном контракте возможно что-то и появится далее канадский доллар уходил у нас за пределы нижней границы рынка как мы видим здесь торговался флотовал границы рынка перестроилась в поддержку и рынок стартовал вверх сейчас вот идет снижение опять не исключено что мы в ближайшее время можем стартовать вверх по всей видимости ситуации мне напоминают просто набор позиций сбор ликвидности на тех же самых стоп лоссах покупают стоит стоп лоссики за очевидные точки рынка их собирают поэтому по канаде также в ближайшее время жду разворота имеется недельный опцион с экспирацией 19 августа думаю что вряд ли до него успеем дойти 360 пунктов в пределах статистической недосягаемости данный опцион находится швейцарский франк по нему у нас был нисходящий тренд во многом повторяет у нас еврик сейчас идет коррекция возможность смена тренда тоже вырисовывается но пока не говорить рано если опять таки у нас считать первая точка вторая точка а тут третья точка хватает четвертой точки которые будут выше второй если же по другому разметку сделать что вот это первая точка вторая третья четвертая то опять таки вырисовывается у нас восходящее движение но на мой взгляд здесь правильнее будет нарисовать пока что именно вот таким вот образом нужно ждать четвертую точку формирование четвертой точки с вершиной выше чем вторая тогда сможем более уверенно говорить о том что у нас формируется сформировался восходящий тренд и можно искать смело сделочки на покупку что сейчас судя по опционным расстановкам у нас франк также очень хорошо забрался в область путь опционов проторговал ее и это тоже признак того что он может хорошо выстрелить обратно вверх причем очень мощно может выстрелить как это было ранее у нас имеется еще уровне ожидания что цена может быть туда провалится может быть и провалится может быть и нет но тем не менее данная конфигурация рынка нам показывает что нужно ждать разворота вверх вот например ситуации у нас были да похоже франк точно так же проторговал основные скопления опционов под очень хорошо и проторговал вниз самый пограничный крайне на двести тридцать восемь пунктов цена уходила но затем шел хороший резкий выстрел вот наверно за две недели выстрелил обратно ушел деньги самых таких крайних опционов точно так же с опционами колл у нас было цена хорошо забиралась в область опционов колл берите внимание и красивый мощный выстрел вниз заходила в область опционов колл особенно здесь в плотное плотное скопление очень мощный резкий выстрел вниз сейчас у нас картина напоминает мне что похоже конечно здесь опционов не так плотно понаставлено но тем не менее мы ушли за все их пределы за все их ожидания находимся далеко за их пределами поэтому как минимум жду я возврата за пределы то их крайних опционов выше в область доверх не границы рынка хотелось бы ее увидеть поэтому также ловим разворот и ловим сигналы на покупку японская иена она у нас по большей части ходит коридорах то есть даст ралли потом торгуются в коридоре опять какое небольшое ралли торгуются в коридоре опять даст ралли в коридорчик такими вот таким вот макарон ходит японская иена сейчас последнее время видим что у нас самурай набирали позиции опционом put который у нас на тот момент можно сказать являлись пограничными либо предпоследними где можно было искать покупки затем произошел захват ликвидности ночью здесь до набрали позиции и затем днем же выстрелили обратно вверх и закрыли данные опционы в деньгах с профитом потом появился опционный уровень третьего порядка с ожиданием что возможно цена сюда припадет и если такое произойдет то это будет хорошим местом для поиска покупок это 104 11 103 92 такой диапазончик цен очень привлекателен для покупок но также еще ниже пограничный уровень 103 18 вот эта область начиная от нижней границы рынка еда 103 18 хорошее место для поиска покупочек но на этом пока все за более детальной аналитикой с ожиданиями внутри дня можно обращаться в группу про маркет где ежедневно выкладывается подробная аналитика по шести валютным парам плюс добавочные две это евро иена и новозеландский доллар помимо опционного анализа здесь также применяется и расстановка ордеров бай стопов селл стопов бай лимитов селл лимитов и даются рекомендации что можно ожидать в текущий день например от ожидания на сегодня что с этим делать либо искать покупки либо же оставаться вне рынка либо смотреть продажи такие вот пироги дамы и господа ссылочка напомню еще раз в описании под этим видео всем успехов попутного тренда подписывайтесь бесплатную группу telegram ссылочка опять-таки в описании на этом уже точно все пока